В Абхазии, мягко выражаясь, самое безобразное, что только можно себе представить. Во-первых, Гагрирская свалка, никакой обваловки, она прямо в середине, почти в середине села Псахара. Жить там невозможно даже из-за мух в таком количестве. Не говоря того, что Гагрирская свалка горела лет 8 непрерывно, так что дым заволакивал даже трассу. Не говоря о Сиде-Алахадзе, о дороге на Пицунды и так далее. За эти годы, несомненно, диоксином там заражены все земли. Потому что его выносит на 30 километров с дымом, он выпадает, период полу распада у него 10 лет, и он хранится, можно сказать, вечно. А те овощи, которые там собирают валахадзе и везут пицунду в Гагрир, люди едят, и постепенно этот диоксин в них накапливается. Ну, исследования не было. С чего начинать? Ну, самое простое, с чего начать? Это можно сказать бесплатно, провести инвентаризацию свалок. Второе. Желательно все эти свалки вывести из, так сказать, нормального существования, объявить их незаконными. Для этого надо провести проверку инспекции СЭС. Это Скорик Людмила Гильбертовна. С тем, чтобы определить, что все они нарушают все нормы свалки закрыть, а вместо этого, по крайней мере, отделить свалки от людей. Для этого в Абхазии можно найти, были уже попытки, определяли, около села Нау, около села Кендых, место под такую, допустим, свалку, но подальше от людей. Если найдутся, положим, деньги, а там надо всего 200 миллионов, это пока что за последние 10 лет их на это не нашли. Александр Цехаву яжеку рыласы пшиху полигон Айчкараза харчхыш миллион мат и нарызы на пшуетует. А полигон километр кайхана ауа азайгоны намху заруб. Айго сиюгва и километр каткел акуары хракаладзум. Уина чедыны изгвейтита гвамсам акапсартахинарганца, айла цаларазы аусору кашымебкату. Уязы а техника чеда шатаху. Дениза Гергиябхатамазчкван, Апсва, Телехопшра.